Пушкинский район По прогнозам тариф уменьшится от 9 до 40 рублей. Комитет по ценам и тарифам вопрос прорабатывает. Льготные места обещают сохранить, но вот только есть они не везде. Например, в Софрино-1 на 46 маршруте, следующем до Зеленоградской, только одно льготное место. Ну, конечно, неудобно. Представьте, семья из двух пенсионеров едет в больницу. Один пенсионер платит за свое место, а второй едет бесплатно. Но это же несправедливо. Такого быть не должно. Вот за это мы и боремся, чтобы исправить эту ошибку. То же самое и с маршрутом Софрино-1 Пушкино. Здесь льготных мест нет вообще, а стоимость проезда 90 рублей. Вопрос не могут решить уже год. Он кочует из совета в совет. Почему так происходит, тоже никто сказать не может. Проблема остается на месте. Потому что Софрино-1 это большой поселок, 10 тысяч населения. И жалоб оттуда поступает очень много. Ну, бьемся. Следующий вопрос по городу Пушкино. По дому Серебрянка, 14. Там нет лифта с января. Он сгорел по вине жителей, и теперь они должны его ремонтировать за свой счет. Денег на это нет, а в доме живут в основном старики. Именно жители задержали ремонт, потому что протокола общего собрания долго не было. Решение было только в конце. Ко мне обращение поступило в конце мая. Нет, даже в июне, наверное, поступило. Я объяснила жителям, что даже установка лифта, если примется решение именно положительную сторону, будет производиться около двух с половиной месяцев. Это, в принципе, регламентный срок. И они уже к этому готовы. Я звонила им вчера, все объяснила. Совет депутатов предлагает ввести чрезвычайное положение и писать обращения в администрацию и прокуратуру. Ведь в случае экстренной ситуации на верхние этажи не доберутся врачи. А средства на ремонт лифта появятся только тогда, когда отправят документы в фонд капремонта. А это еще не скоро. Анастасия Спирина, Павел Власов, Пушкинское телевидение.